Лебедь, рак и щука. Так можно описать все коалиции Кнессета за последние три с половиной года. Их главной целью было не допустить бывшего премьера Бенемина Нетаньяху и его партию к управлению, говорят политические аналитики. Ради этого партии из противоположных лагерей заключали союз, который разрушался спустя считанные месяцы после выборов. И в значительной степени избиратель сейчас разочарован такой неспособностью коалиции договориться и эффективно развивать страну после там рецессии, вызванной ковидом, в условиях определенных новых вызовов безопасности. И есть шансы, что Бенемин Нетаньяху вернется к власти, хотя пока это нельзя утверждать. Предвыборные опросы показали, что и в этот раз история с неустойчивой коалицией в парламенте может повториться. Единого лидера или группы союзных партий нет. Но теперь изменилась сама ситуация в обществе. Сформировался запрос на предоставление помощи Украине. Не в последнюю очередь из-за военного сотрудничества России и Ирана. Израильская авиация 21 октября уже нанесла удар по предприятию, которое специализируется на сборке иранских дронов в сирийском городе Демас. Теперь, по данным издания «Макор Решон», 76% коренных израильтян поддерживают Киев. Достаточно эффективно и скоординированно сработали как украинские дипломаты и офис президента, так и различные общественные группы внутри Украины и внутри Израиля, которые лоббируют интересы Украины в Израиле. В израильской информационной адженде стал муссироваться, по крайней мере, дискутироваться вопрос о возможности и необходимости оказания Украине помощи. Тем не менее, до создания коалиции в Кнесете особого прогресса ждать не стоит. Хотя новое правительство, вероятно, примет более решительные меры поддержки Киева. Так считает посол Украины в Израиле. К тому же, оба лидера предвыборной гонки, бывший премьер Нетаньяху и нынешний Лапид, уже поддержали курс на предоставление помощи Киеву. У нас у всех есть симпатии к Украине. Вопрос об этом даже не стоит. И я такой же. Думаю, тут дело в другом. Это правительство критикует за то, что оно не поставляет оружие Украине. Это и есть критика. И меня недавно спросили об этом, и я сказал, что рассмотрю это, когда вступлю в должность. Во-первых, мы на стороне Украины. Мы ее поддерживаем. Мы только что проголосовали на Генеральной Ассамблее ООН, заявив миру, что никогда не примем аннексию четырех областей Украины – Россией. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине. Яир Лапид, премьер-министр Израиля, в интервью The Jerusalem Post. Украина неоднократно запрашивала военную поддержку у Израиля, особенно после атак дронов, произведенных в Иране. По словам военных экспертов, израильское вооружение могло бы значительно помочь ВСУ. Основные позиции – это противотанковые ракеты «Спайк», «Спайк ЛР», «Спайк Эйр», «Спайк Эн Лос». Это дальнобойные противотанковые системы. Это железный купол, который мог бы защитить такие пограничные города. Такие, как Харьков, как Сумы и более мелкие города, едва ли не каждый день страдающие, и другие системы. У них есть огромная номенклатура. Там около 15 названий систем ПВО, производимых как для самого Израиля, так и на экспорт. На данный момент неизвестно, какой будет коалиция в Кнессете. Однако, если и в этот раз она будет нестабильной, политический кризис продлится. А решение важных внутри- и внешнеполитических вопросов будет отложено на неопределённый срок. Данила Кобза для телеканала Freedom.